В Альфа-Банке подчеркивают, за всю историю их существования такая ситуация случается впервые. Абсолютно всем их клиентам, которые рассчитывались картами на заправках «Газпромнефть», пришлось заплатить за топливо сразу за полгода. В общей сложности банкиры насчитали больше 50 тысяч таких транзакций. Руководство Альфа-Банка объясняет, что все дело в том, что банк «Эквайр» «Газпромбанк», чьи терминалы оплаты установлены на АЗС «Газпромнефть», с мая по октябрь не подавал данных о том, сколько денег, с какого счета нужно списать. Этот реестр пришел только две недели назад. Средства за приобретенное топливо Альфа-Банк смог списать со счетов только во второй половине октября. Участие клиентов на погашение задолженности денег оказалось недостаточно, и они ушли в технический овердрафт, по сути, оказавшись должниками банка. И стоит отметить, все риски в этой ситуации банк взял на себя. Возникшие в результате технического сбоя проценты за использование технического овердрафта были отменены. Также банк предложил решение, которое позволит погасить задолженность частями. Если мы говорим о клиентах, у которых сумма всех операций по сети «Газпромнефть» составляет от 10 тысяч и выше, значит, для таких клиентов, безусловно, мы также обнуляем все проценты по овердрафтам, которые были, мы обнулили уже. То есть, это действие свершенное. И даем возможность рассчитаться с банком путем четырех платежей. Рассрочку предусмотрели и для тех, кто должен банку и меньшие суммы. Они могут рассчитаться двумя частями. Причем это произойдет автоматически. Заявление писать не нужно. В «Альфа-банке» и «Газпромбанке» подчеркивают, никаких двойных списаний не было. Транзакция сейчас исторически разделена на два типа. То есть, сначала идет холдирование или резервирование средств на счете, и только потом списание. Поскольку в том числе есть операции международные, то, скажем, сумма, которая захолдирована, и сумма, которая списана, могут не соответствовать. Они разнесены по времени, они разнесены по сумме, они иногда разнесены по валютам операций. Один из уроков, который нам вместе с нашими клиентами надо извлечь, который я хотел бы тоже через такое большое количество уважаемых средств массовой информации передать. Если вы видите, что по вашему счету происходит что-то, что кажется вам необычным, ненормальным, информируйте банк сразу же. Мы могли бы на несколько месяцев раньше начать разбираться с этой ситуацией, если бы эта информация через наше отделение, через наш колл-центр для нас была бы доведена. Поэтому людям советуют внимательно следить за передвижением средств на счетах. И если что-то вдруг пошло не так, сразу обращаться в банк. Только таким образом можно избежать подобных ситуаций. Алина Штоколова, Павел Пателицын, Новости.